Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Ника Плюс, программу «Карельский капитал». В планах правительства Карелии на 2017 год приватизация значительного куска еще остававшейся государственной собственностью. В том числе холдинга «Карел Лиспром», предприятие «Карбон Шунгит», цокольного помещения в здании «Карельской филармонии», более известного как «Кафе ФМ» и ведомственной гостиницы на улице Свердлова. Сегодня у нас в гостях министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Кармин. Олег Константинович, здравствуйте! Спасибо, что пришли. Сегодня мы с вами и поговорим о приватизации. Благо это или это распродажа, причем такая широкая? Приходи, кто хочет, бери, что хочет. Ну, слово приватизация на самом деле подразумевает что из себя, да? Мы говорим глагол, в смысле корневое слово private, да, приватизация, переход в частные руки. Это продажи или передачи либо всего, либо части имущества из государственных, либо муниципальной собственности в частное или какое-либо другое владение. Хорошо это или плохо? На самом деле, в связи с тем, что это происходит, наверное, это уже как является практикой и политикой всех стран, а не только нашей, о том, что государство не всегда является эффективным собственником. И в большем случае это всегда подтверждается тем, что важность развития тех или иных предприятий, это прежде всего привлечение инвестиций. Предположить, что сегодня наш бюджет сможет произвести инвестиции в Крилл-Виспром, либо в Карбоншотгит, либо во что-то другое, ну, маловероятно. На сегодняшний день те социальные задачи, которые стоят перед правительством, они требуют дополнительных денежных средств, и для исполнения этих обязательств мы считаем необходимым реализовать то имущество, которое у нас сегодня есть в республиканской собственности. Предполагается продажа, приватизация достаточно крупных объектов. Вот давайте по порядку попытаемся разобраться, почему мы приватизируем тот или иной объект. Начнем с предприятия Карбоншотгит. Долгое время нам говорили, что это уникальное для Карелии предприятие, которое нам очень нужно, и оно приносит прибыль, и даже туда назначались эффективные менеджеры, которые должны были поднять предприятие на новый уровень доходов. Что там не получилось, почему мы продаем это предприятие? Оно перестало быть уникальным? Ну, на самом деле, нужно как бы вещи все-таки разделять. Понятие самого Шунгита как уникального материала, находящегося в единственном месторождении на территории республики Карелия. Это одно. И теперь есть второе. Это бизнес, который можно было бы развивать на данном месторождении. На сегодняшний день это предприятие себе представляет два карьер, которые сегодня находятся уже, скажем так, в достаточно изношенном состоянии. И для того, чтобы двигаться дальше, необходимы приличные инвестиции, чтобы это дальше развивать. Плюс возникла вторая проблема. Причема это то, что в 2013 году один из крупнейших потребителей этого минерала... Продукции карьеры. Да, да, да. Минерала Шунгита прекратил его потребление. И практически сразу реализация снизилась чуть ли не в три раза. На сегодняшний день тот объем продаж, который существует, он не покрывает порог безубыточности. И предприятие за 9 месяцев показало 7,5 миллионов убытка. То есть это по объективным причинам, да? Абсолютно объективные причины, да. И просто вот текущая ситуация. Предприятие в Германии отремонтировало свои домны, прекратило использовать Шунгит. И это вот случилось в одночасье. А возродить тот объем продаж пока не получается, потому что это достаточно сложный процесс. Это сложный минерал на самом деле, хоть он и действительно очень уникальный. А основное потребление это совсем не те пирамидки или как это, вот эти сувениры, которые мы видим на улице. А это именно поставляемый минерал на крупные горнометаллургические комбинаты. То есть конкретно с этим предприятием продажа его связана с тем, что для того, чтобы его развивать дальше, нужны большие инвестиции. Да. Республиканский бюджет не может себе позволить. Ну мы на самом деле и не предполагаем. И не предполагаем делать такого, потому что мы не являемся как бы хозяйствующим субъектом. Хозяйствующим субъектом является непосредственно само предприятие. Оно привлечь эти деньги не может. В таком случае, кому, собственно, нужен такой убыточный карьер? Есть ли инвесторы? На самом деле, ну у нас есть, мы же только обладаем не стопроцентным пакетом, а 51. Есть второй акционер у этого предприятия, концерн такой достаточно известный, это Уралхим. Уралхим, который проводит очень серьезную работу в понимании того, что это из себя представляет. У него очень хорошо выстроена работа с текущим руководством. Я думаю, что он один из тех, кто был бы в очереди, скажем так, на этот интересный объект. Я думаю, появятся еще и другие возможные инвесторы, которых мы на сегодняшний день, может быть, не обладаем. Потому что информация о том, что мы этот объект предлагаем к реализации, появилась совсем недавно. Понятно. Совершенно противоположная ситуация, как рассказывают в следующем крупном лоте, Кореллеспроме. Как раз Кореллеспром утверждает, что все старые долговые обязательства погасил и сейчас работает прибыль. Да, на самом деле, да. Тогда причина продажи Кореллеспрома. На самом деле, пришло время просто его реализации. На сегодняшний день это предприятие, мы хоть его и когда-то и помним, давно, лидер лесопромышленного комплекса. Кореллеспром сегодня это не очень, скажем, по численности его, 62 человека всего лишь, при том, что он заготавливает миллион кубов практически. Его сегодняшние все активы – это договора аренды лесных ресурсов, которые у него существуют. Основными покупателями этой продукции, леса на корню, который продает у нас на сегодняшний день этот предприятие, являются это Сегежский ЦБК и Кондопорский. Два наших лидера, и часть продукции продается еще в Ленинградскую область или экспортируется в Финляндию. Мы на сегодняшний день достигли, наверное, в условиях девальвации его наилучших показателей. И сегодня время продажи этого актива по его максимальной стоимости. Здесь задача заключается в том, что мы можем сегодня получить за него максимальные денежные средства в текущем и в моменте. И по отношению, если, например, по отношению к прошлому году, то вот сегодня время продавать. Да, вот именно по этому объекту. Поэтому это вот такая ситуация. Оно не требует, может быть, сегодня таких инвестиций, как тот же самый карбон-шунгит, но вот те нематериальные активы, выраженные в рамках договоров аренды, они являются основным достоянием этого предприятия. В данном случае возникает только один вопрос. Он, кстати, основан, к сожалению, на практике. Если сегодня Криллеспром прибыльное предприятие и бюджет получает дивиденды, то когда придет, ну, будем считать, условно-эффективный собственник, не случится ли так, что это предприятие точно так же быстренько превратится в предприятие банкротное состояние? Ну, на самом деле, предполагать, что кто-то потратит свои личные деньги для того, чтобы их потерять, да, ну, это можно, конечно, но это какой-то, скажем так, из области, там, ну, нереального. Это из области практики. Я вам хочу сказать сейчас ситуацию в сельском хозяйстве Карелии. Ну, есть, по крайней мере, два примера. Это, ну, семейный капитал. На слуху то, что молокозавод и агрофирма Тукса, которая, в общем, это тоже же был пример приватизации. Да. Ну, сегодня во время законодательного собрания тоже мы как раз обсуждали именно этот пример, он может быть на слуху. Конечно, да. Но на самом деле, молокозавод Медвежегорский приватизирован тут гораздо раньше. И не непосредственно семейному капиталу, а совершенно другому предприятию. А семейный капитал купил уже у этого другого. И сегодня у них возникла как перезагрузка кредитными ресурсами, они не смогли справиться с управлением финансовыми ресурсами. И это привело к тому, что предприятие просто начало испытывать недостаток оборотных активов, что привело к процедуре банкротства. И сегодня это является причиной. Это вот предприятие, это Петрозаводская птицефабрика, это... Да, это уже другие, да, тоже сельское хозяйство. Нет, это тоже АОКОРМ, который, на самом деле, точно так же, у которого проблемы такие же, да, это Петрозаводский мясокомбинат, это вот как раз у нас молокозавод, это вот, про который вы говорите, да, семейный капитал, это от ТУКСа. Ну, первые, да, несколько примеров, это АКС-холдинг, насколько я помню. Да, да, да. То есть это два предприятия. Ну, в общем, это не очень хорошая практика. Но это не связано с тем, что актив был приватизирован и пришел порохой собственник. А это неумелое управление финансовыми ресурсами, неэффективный менеджмент. Это две разных абсолютно... То есть вы не видите связи между этим? Абсолютно. Это не в том, потому что вот кто-то взял, купил и взял это, превратил в ничто. Да, это разные вещи. А здесь просто неэффективное управление. Потому что мы же помним много процедур банкротства, например, точно так же, да, которые там проходили уже у приватизированных предприятий. Но есть предприятия и с другими примерами. Противники приватизации, ну, по крайней мере, вот этих больших лотов, приводят еще такой аргумент. Сегодня мы продадим собственность, получим единовременно деньги, ну, средства, проедим их и остаемся и без собственности, и без денег. Ну, на самом деле, как бы, если мы сегодня рассмотрим бюджет Республики Карелия, то мы вспомним, что он у нас дотационный. Да? И предполагать, что деньги, оставшиеся у нас в собственности, они действительно все равно будут, конечно, потрачены на решение тех задач, которые перед нами стоят. Как бы это ни случилось, да? Но важно, что если в процессе приобретения и приватизации этого предприятия появляется эффективный собственник, который сможет увеличить налоговые платежи с этих объектов в разы, например, да, то мы получим гораздо большие денежные средства. И мы сегодня говорим, что мы можем потерять просто собственность. В 2011 году мы не смогли продать пакет Кандапожского ЦБК. На сегодняшний день это предприятие находится в состоянии банкротства, и пакет уже не стоит вообще ничего. По сравнению с тем, что мы могли бы когда-то какие-то деньги получить. И вот важный момент получения вообще денежных средств за свои активы, это, как это, сделать все в свое время. Ну, то есть, получается, что сверхзадача избавиться от всей собственности, только от каждой в какое-то выгодное время? В определенное, конечно. На самом деле, просто эффективность любых наших деревообрабатывающих предприятий сегодня находится на пике. Девальвация, да, и сегодня время вот его фиксировать, эту доходность. Сегодня нужно вот это, сегодня надо продавать. Потому что эффект девальвации все равно пройдет. И издержки, они все равно будут расти при возможном. И мы видим, что то, что сегодня происходит, это вот началось медленное снижение курса евро, да, постепенное, да, и уровень доходности этих предприятий будет снижаться. И мы будем смотреть, как стоимость наших активов будет уменьшаться. Люди, работающие на этих предприятиях, так или иначе ощущают какую-то социальную защищенность, когда они работают на госпредприятиях или на предприятиях с долей государства. Когда они переходят целиком и полностью под начало участника, предпринимателя, они, к сожалению, часто оказываются один на один в решении своих проблем. Там зарплаты, ну, каких-то других социальных пособий, нет вот здесь какой-то, может быть, проблемы? Не видите? Я на самом деле в этом не вижу. Вот у меня есть опыт работы и в государственных структурах, и в частных структурах. На самом деле очень многое зависит от тех профсоюзных, от тех профсоюзов, которые находятся в этих предприятиях, от активной позиции рабочих коллективов, от того, что они правильно, на самом деле, определяют уровень своего прямого там трудоустройства для получения заработной платы в белую, а не в конверте. И вот уже исходя из всех вот этих, даже первоначальных таких вот вещей, с чего начинается там, да, я не вижу никогда такой проблемы. Потому что у нас нет сегодня примеров каких-то социальных возможных проблем, скажем так, на крупных предприятиях, которые находятся в частной собственности. Например, возьмем Костомухский ГОК, да. Одна из самых высоких заработных плат в Карелии. Абсолютно, достаточно очень сильная социальная защищенность. Мы можем взять, посмотреть на то же самое Кандапожский ЦБК, Сигевский ЦБК, многие другие крупные там лесозаготовительные и гордопромышленные предприятия. Другой вопрос. Почем? Почем продаем? Почем люди покупают? Вот. На сегодняшний день некоторые объекты, как то гостиничный комплекс гостеприимства, что в центре города, опять же, как утверждают, этот вопрос продается, выставлен на продажу, ну или же он не выставлен, а оценен в 15 миллионов рублей по цене квартиры, ну, в каком-нибудь элитном доме, в том же Петрозаводске. Ну, на самом деле, давайте как бы так вот. Вот на сегодняшний день в законодательном собрании обсуждался перечень проектов, предполагаемых приватизацией. Нет ни одного проекта, ни цены на сегодняшний день, да, ничего. После этого, тогда, когда будет этот перечень принят, он сегодня, вот это решение состоялось, да, будут произведены оценки всех объектов. И понятие там 15 миллионов, 10, 20, это сегодня цифры, которые кто-то выхватывает откуда-то с воздуха, пытается их превзнести, как неким аргументом отрицательным для принятия продаж, оценок еще даже не было. Но мы здесь, собственно, собрались, чтобы как-то расставить знаки. Нет, этого, на самом деле, сегодня еще не обсуждалось, поэтому все просто хотят поучаствовать в продаже, да, и поэтому всех интересует цена, да, а разговор идет о том, что давайте сначала перечень утвердим. Я уже сегодня, выступая в ЗЭС, тоже как раз на это акцентировал, что давайте сначала утвердим список, потом мы можем заняться оценкой, все имеют право потом, например, в того случае, если что-то кого-то не устраивает. Абсолютно, у нас есть соответствующие правоохранительные органы, которые точно так же могут отслеживать эти процессы. Ну вот здесь как раз может быть несколько слов о методике продажи, да, как это все происходит. Мне казалось, опять же, непросвещенный взгляд, что сначала нужно понимать, за сколько мы хотим продавать, а потом уже решить, будем продавать или не будем, или здесь все по-другому. То есть мы решили, все продаем, а там уж как получится. Нет, не так. Сначала мы решаем, какие объекты мы бы хотели продать, понимая, на самом деле, из их первичных экономических показателей, которые мы видим, время, не время, или, например, то, что сложилось на текущую там календарную дату. Исходя из этого формируется список. Мы его предлагаем в перечень проектов приватизации, там, 16-й, 17-й, 18-й год. В рамках этого процесса, например, перечень принт. После этого те объекты, которые будут реализовываться, например, в течение 17-го года, пройдут оценку, которая будет сделана соответствующей организацией. Ну, в Карелии, например, у нас есть фонд имущества, который может делать, но им есть другие аккредитованные компании, потому что будет сначала наверняка проведен конкурс, кто будет сделать оценку, потому что мы должны эту услугу где-то купить в соответствующем организации. После этого есть предварительная цена, в рамках которой формируется уже предложение о продаже, которое будет объявлено на аукционе. Ну, вот, например, если мы вспомним продажу, например, банка «Онега», первоначальная была цена на аукционе 120, завершилась она на цене в 160 миллионов рублей. Вот это как раз то, что показывает, что на самом деле, если есть интересанты, то они... Вопрос стоимости, он всегда будет... Как это? Объект найдет своего покупателя. Но это все на аукционах происходит. Абсолютно, да. Любой объект продается на аукционах. Ну, вот пока из того, что мы предлагаем, что это так. Бывают, конечно, иногда еще и конкурсы, это просто как бы с некими ограничениями, которые возникают, но это достаточно очень редко, когда просто объекты имеют некую специфику, которая требует, например, определенного допуска или чего-то еще. Ну, разные нюансы бывают. Просто иногда приходилось слышать, что есть план по приватизации, то есть, допустим, мы считаем, что нам нужно приватизировать на 100 миллионов, и мы под эти 100 миллионов подгоняем какие-то объекты, которые мы можем сегодня продать. Не так это происходит. Ну, на самом деле, как бы, есть же классика, да, там, три метода оценки. Рыночные, это как бы, да, соответствующих сделок. Это затрат понесенных, сколько бы стоил этот объект, да. И в рамках этих вот методов, мы когда там и в них находимся, перемещаемся, да, то, ну, и по денежным потокам, да, вот три, да, то в рамках этих, на самом деле, как бы получить какие-то оценки первого какого-то такого, скажем, уровня, может любой разбирающийся экономист. И несоответствие цены экономическим показателям любого там предприятия, ну, найти очень легко. Вы привели пример успешной приватизации банка Него. Да. Есть еще примеры подобные? Ну, за период, начиная там с 2011 года, было привлечено более 400 миллионов рублей. Но это, наверное, самый такой пример, так вот, скажем, все остальное, это уже там больше объекты недвижимости, все остальное. Ну, вот перечень, вот 172 объекта, я посмотрел, в том числе там есть и учебные судна, самолеты. Вы предполагаете найти на них покупателей или этот вот без исхода? Ну, а это на самом деле, ну, есть такое правильное понятие, непрофильные активы. Вот это то, что республике на сегодняшний день даже не нужно. И мы, да, будем планировать искать на это покупателей. То есть лишь бы кто-то хоть как-то, да, это забрал. Понятно. Есть еще вопрос, например, ну, я посмотрел, любопытные объекты, например, дом сторожа где-то в Медвежегорском районе за 67 тысяч. Так кто может участвовать в приобретении этой имущества? Любой человек? Любой, конечно. Как я могу поучаствовать? Ну, для этого у вас будет объявление по аукциону, вы можете, там у нас уже есть, там предлагаемые объекты, все это будет на электронных ресурсах, все это предложено, вы можете подать заявление, участвовать. Когда предполагается уже первый аукцион? Есть планы какие-то? Вот сколько времени вы закладываете? Сегодня на законодательном собрании утвердили перечень, теперь его нужно оценить. Сколько по времени? Ну, на самом деле, это все будет в рамках двух лет, там же принимается 16, 17, 18, да. Вот первое это распределение по годам, распределение по кварталам, и исходя из этого, тот самый, ну, срок оценки примерно занимает, ну, около месяца, конечно, таких объектов, как вы говорите, там... Ну, есть маленькие, да, какие-то... Сторожи. Ну, да, он, так сказать, здание дома сторожа, видимо, без сторожа, когда-то сторож ушел уже. Да-да-да, с этим, конечно, проще, но все равно оформление документов, вот, будет предложено, посмотрим. Вопрос, может быть, уже такой, на завершение нашей беседы, эти 172 объекта, это последнее, что осталось? Нет. Что еще? Есть, то есть будет и дальше приватизироваться имущество государственное? Какие на очереди стоят объекты? Можете сейчас сказать? Нет, сейчас пока не могу, почему? Потому что это все-таки... Ну, и формирование плана приватизации, это не только, скажем... Мы оценим... Наше министерство оценивает экономическую целесообразность, продажу тех или иных активов, а больше это все-таки вот фонды комитета по имуществу. Как вы, как вот, оцените, выполнен план приватизации или не выполнен, при каких условиях будет продано из тех объектов, которые выставлены, 10%, 50% или все 100%. Ваш план удался или нет? Ну, на самом деле, мы же сначала говорим не только... Есть там... Вот появится предварительная оценка, исходя из которой мы увидим... Важно ведь не просто продать. Важно продать эффективно. Вот я про это, да. Да-да-да. Понять эффективно можно будет сначала... Нужно задать некие начальные базовые оценки, которые бы позволили нам вот... Его сначала сформулировать, исходя из которого попытаться понять. Потому что самолет, или, как вы говорите, судно... Ну, учебное судно, надежда, так правительство продает надежду. Тут единственное, что приходит в голову. Мы не продаем надежду. Мы ее питаем. То есть там все рядом. Ну, как обычно, и трагедии, и комедии. Здесь все вот в плане все есть. Есть надежда, дом сторожа, и Кареллис Пронг. Когда мы определим на самом деле стоимость, и будем понимать, насколько мы сегодня готовы вот эту оценку стоимости этих объектов оценить, хотелось бы, ну, на самом деле, даже, в моем понимании, цифра 75% была бы очень хорошей. Если нам удастся при реализации наших крупных объектов иметь прирост цены, там, например, 10, 15, 20%, на самом деле, это было бы еще наилучшими результатами. Почему? Потому что от продажи вот этих более крупных самых объектов и будет являться наш итог. Понятно. То есть продажа крупных объектов и, по возможности, максимальное избавление от непрофильных активов. Да. Спасибо, Олег Константинович, что пришли, что ответили на эти вопросы. Я напоминаю, что вы смотрели программу «Карельский капитал» на телеканале «Ника плюс». У нас в гостях был Олег Карменин. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok